Всем доброе-предоброе утро! Я сейчас буду завтракать. А завтракать я буду. Вот такой себе чизкейк у меня есть. Я покупала. И мое варенье. Смотрите, какое жиденькое. Видите, это пятиминутка. Или нет? Да, это пятиминутка. Ему уже года два. Сейчас я его открою. Он такой жиденький. Сверху полью. Будет вкусно. Надо мне еще посуду разобрать со вчерашнего дня. А тут я достала мясо. Буду плов делать. На завтра, наверное. Пускай размораживается. И будем завтракать. У нас дождик был ночью. Представляете? Смотрю, сейчас все мокро. Так что и сейчас, по-моему, идет. Сейчас покажу. В общем, погода не фонтан, как всегда. Как обычно в последние недели. Не знаю, как мы пойдем гулять. Но гулять-то пойдем. Вообще передавали где-то до... Я уже не знаю, когда передавали. Я уже погода не знаю. Вчера показывают одно. Сегодня показывают другое. Погода сама не знает, что у ней там по плану. Поэтому нужно смотреть не на какие-то сайты, а просто в окно. Все равно неправду говорят. Ладно, буду завтракать. Какое же оно ароматное. Варенье. Это просто пипец какой-то. Конечно, с магазином. Даже в капельке не сравнится. Такой аромат идет. Аромат любви манит. Негрешным яблоко. Такая вкуснятина у меня будет на завтрак. Какой вкус, боже. Деревенский. Прям вспоминаю. Еще что ли купить клубники и наварить варенье. А то у меня еще одна баночка такая есть и все. Надо подумать на эту тему. Вот так и гуляем. У меня еще очки с собой есть. На всякие пожарные. Да, погода, конечно, не май месяц. Хотя скоро май месяц. Мы вообще в Испании или где? Вообще не понимаю, что это творится. Хотя в прошлом году было то же самое, вы знаете. Но потом лето было довольно-таки продолжительное. Зима очень теплая. Чарли мой гуляет. В общем, идем. Дождь идет, но он так, знаете как, две капли в пять минут. Скажем так. Может быть, вот сюда мне зайти. Там детей нету. Там вот ребятенок какой-то бегает. Какашки выбросить. Опс. И вот тут побежим. Сейчас весь промокнет мой Чарли. Ну, ничего. Главное, ветра нету. И если бы был ветер, то было бы еще холодно. Ну, холодно. Мокро, холодно. Так не люблю. В общем, нас там муж ждет. Я сказала ему, чтобы он сестре позвонил. Потому что одна сестра уехала на Канарские острова. У нее там дочь работает. Блин, я от собак ухожу, а не ко мне. И она иногда к ней ездит. Или летает. Может, тоже еще или... Не знаю, то ли на этой, то ли на следующей неделе. Не помню. А другую вот. Говорю, позвони. Поедем. Так. Это опасно или не опасно, не знаю. В общем, сейчас разберемся. Пока всех соберешь, два часа пройдет. Вообще. Тоже так есть хочу. Смотрите, какое дерево красивое. Мы идем вот в эти барчики. Там какой-то есть красивое дерево. Погода, конечно, вроде бы как нормализуется, но... Ммм, пахнет вкусно. Прям вообще. Невеста. Я замерзла нафиг вся. Тебе весна. Люди сидят, кушают. Сегодня видела очень много румынцев. У них же... Они тоже христиане. В общем, сегодня же вербное воскресенье. Все идут с веточками. Ну, не вербное воскресенье. Они с оливковыми веточками идут. У румынцев здесь есть пару... Ну, не церкви, а не как... Как они называются? Не церкви, а приход, наверное, да? Ну, я румынский язык вообще не знаю. Поэтому ходить к ним тоже как бы смысла нет. Вот в этот мы идем барчик. Я такая прям прилежная. По зебре иду. Туда, по-моему. Искали, где парковать место. Вообще нету нигде. Все цветет, все розово-белое. Вообще классно так вот там. Смотрите, как на пешеходном переходе не надо вставать. А то машины будут думать, что я... Смотрите, как его пеших. Видите, как красиво. Ладно, пойдем кушать. Первое пиво наше. Это мига. Это жареная манка с рыбкой и с перцем. Мы приехали посмотреть вот такую лодку в порт. Но нам не разрешают. Поэтому в порт. В порт. Поэтому уезжаем. Не разрешили. Представляете, полиция выгнала. Мы тут... Сейчас меня арестуют нафиг. Смотрите. Какой он шикарный. Как говорится, мне закрывают в окно. И он куда-то едет. Плывет точнее. Смотрите, на такси приехали люди. Класс. Смотрите, какой классный кораблик. Шикарный. Я бы на таком прокатилась. За решеткой. Шикардос. Особенно вот эти вот. Это вот мы в порту. Сейчас, говорю, меня придут, арестуют. И все. И пипец мне будет. Мы уже дома. Я раньше, чем лечь на диван, думаю, сейчас плов сготовлю на завтра. И пусть он стоит. Что потом у меня вообще не будет никакого желания вставать и ничего делать. Поставила уже мясо. Обжариваться. Сейчас буду резать морковку и лук. У нас опять дождик пошел. Пипец. Я чеснок всегда кладу почти в конце. Минут за 10, наверное, в плов. Не знаю. Так делают, не так. Но это мой такой плов. Приправа у меня есть вот такая для плова. Туда сейчас тоже засыпану. Я один раз, знаете, как взяла такая плов готовила. И засыпанула туда приправу для морской... Ой, для корейской капусты. Ой, блин, вот был ржачий. Прям так густо насыпало. Блин, от лука сейчас буду плакать. Ой, блин, я гляжу, думаю, что тут паковка какая-то не такая. Думаю, она же острая. Думаю, твою удивительность. Что же я наделала, представляете? Вот так вот перепутала. У меня все приправы хотят храняться в холодильнике. Потому что у нас, знаете, как у многих так. И в той квартире, и в этой. Когда начинается тепло, заводится такая как моль. Вот, а потом она откладывает как яйца, да, во всяких крупах или еще в муке. И появляются червяки такие. Фу, так противно. И ничего не помогает от них. Есть специальные наклейки, там, ловушки. Ничего не помогает. Все приходится. Все крупы я храню на верхней полке в холодильнике. Вот в мае скоро буду уже, наверное, я гляжу, уже иногда летят. Моль вот такая вот, которая у нас шубы жрет. Здесь вот видите, крупы все жрет. Приправы, кулакао. Вот такое все, представляете? Все жрет. Всеядное. Неважно, пакет или там какая-то банка. Говорят, типа, в банку стеклянную насыпь туда чеснок. Не помогает ничего. Они либо, наверное, привыкли ко всему. Либо, и вот один способ, только хранить все в холодильнике. В общем, плов вы знаете, как готовится. Учить вас не буду. Единственное, что я не знаю. Мне кажется, чеснок не кладут многие в плов. Я за 5-10 минут кладу, вот так прям втыкаю, вот так вот. И все. И получается у меня вот так. Ммм, как на фаром обдалу. Сейчас поджарится мясо немного. Возьмем морковь с луком. И будет нам счастье. Тут у меня селенина. И завтра у меня просто у нас завтра очень много делов намечается. Но опять, знаете как? Намечается много. А сможем ли мы все это сделать? В общем, посмотрим. Хотите быть в курсе всего? Не забывайте подписаться на канал, поставить лайки и оставить ваши комментарии. Как все официально. Это вам не хухры-мухры. В общем, да. Завтра у нас дела. Думаю, если все получится, что будет интересно. Так что да, подписывайтесь. Но и вот времени не будет у меня на готовку. А когда мы приедем, кушать будет очень хотеться. А то приехал и все готово. Вот так. И думаю, сейчас быстренько приготовлю, засыплю. И пусть он там у меня готовится. А я уже пойду на... Во-первых, сейчас чай сделаю. Потому что я замерзла. Прям залубела. Задубела на улице. Вот эта вот влажность вся такая. Правда, не могу. Холодно. Хотя мы были в помещении. Но все равно какое-то одно. Сейчас я пью чай с мятой. И что еще хотела сказать? И все. И все. Пока все. У меня авария произошла. Доставала чай. И вот моя вот эта рассыпалась. Крышка полетела. Сломалась крышка. В общем, все рассыпалось. Блин. У нас соседи, которые новые, походу, веселые люди. Слышите? Но благо, знаете, это... Через стенку у нас находятся спальни. И то есть в зал не выходят к нам. И нам не слышно их. Так они... Я вот утром выходила. Тоже вот так музыку звучала на весь... На всю, как говорится, вселенную. И сейчас играет. Но дома у нас не слышно. Дождик идет прям сильный. Не знаю, как вам показать, чтобы посмотрели. В общем, сильно идет дождик. Да. Ну, ничего. Пускай сегодня идет, а завтра не идет. Соседи вроде бы провеселились. Пловик у меня сварился. Аромат стоит на всю Ивановскую. Смотрите, рассыпной весь. Видите? Вкусняцкий. Так что на завтра у нас плов есть. Ой-ой-ой-ой-ой. На завтра у нас пловик. А у меня сегодня, сейчас воскресенье, банный день. Дождик все идет. Так что... Ой, глаза прям чешется не могу. Так что пойду в душик принимать водные процедуры. Уже и в душ сходила, и масочку сделала. На голове черти что. Но укладываться я буду завтра. Потому что зачем на ночь-то? На ночь все равно все вот тут дыбом ставят. У меня когда короткие волосы, у меня вот тут прилизанное все становится. В общем, делаю себе смузякин. Здесь кокосовое молоко. И ананас, пинья колада. Такой вот у меня ужин будет на ночь. Соседи, наверное, у них новоселье сегодня было. Вроде бы закончились. Закончилось новоселье у них. Так что... Будем спокойны. У них маленький ребенок. Прям совсем, я не знаю, может годика два. Поэтому сильно-то они шуметь-то не стали бы, наверное. Просто, наверное, новоселье устроили. Дождик вроде бы прекратился. Вот, сейчас выпью смузякин. Его почти сделала. Кстати, вот аппарат зашибись. Прям мне он так нравится. Это в Лиделе я покупала. На лето особенно вообще. Прям зимой, конечно, я им не пользовалась. Потому что хочется что-нибудь горяченького. Там чая какого-нибудь. А вот на лето вообще прям хорошо. Я и лимонад делала, как вы помните. Если вы смотрите меня уже давно. И сейчас вот смузякин делаю. В общем, сейчас пока выпью это. Потом все равно чаю. Чай пью успокаивающий. Ну, чтобы уснуть хорошо. Тоже, кто меня давно смотрит, знает, что сплю я не очень. Ну, конечно, все эти чаи для успокоения. Это все мертвый препарат. Потому что, ну, не знаю, не верю я. Ну, так лишь бы. Воду я не люблю пить. Поэтому приходится догоняться, как говорится, жидкостью всякими вот чаями. Хотя знаю, что надо воду чистую петь. Без всяких там ни чаи, ни надо. Но она мне не лезет. Вот честно, я пью воду. У меня прям в рвотный рефлекс. Я прям у меня вырвать хочется. Не знаю, не люблю воду. Сестра мужа, кстати, тоже вообще воду не пьет. Я пью там, может быть, стакан в день. И вот она тоже не пьет воду. Она тоже вот либо что-нибудь такое. Ну, не любит тоже воду. Так что, не знаю. Вы любите все воду. Как? Может быть, нас мало таких. Прям спать так охотно. И вот, говорю, только сейчас сказала про то, что это. Что спать не могу, а тут сижу. Да, у меня такое бывает. Знаете, иногда на Софе лежишь, телесериал смотришь. Прям думаешь, вырубишься. Такая вот, выключаешься с реалом. Прям вот такая, думаешь, сейчас, 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 только выключишь. Все. Уже не спится. В общем, буду с вами прощаться до завтра. Так что не пропускайте. Завтра должно быть интересно. Блин, хоть бы мои планы не разрушились. Потому что, вы знаете, как всегда, настрою планов. А потом, бац, ничего не получается. Потому что не все, к сожалению, зависит от нас. Ну, это не столь важные дела, которые можно, по которым можно было бы страдать и плакать. Но разнообразие в какое-то можно внести. В общем, всего вам самого наилучшего. Прощаюсь с вами до завтра. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока и до завтра.